Среди приглашенных люди известные, ведь то, чем сегодня гордится Сочи и чем знаменит, это результат их труда. Вклад Бориса Аверьянова в развитие курорта в первую очередь оценят эксперты туриндустрии и гости города. Академик Российской и Международной Академии Туризма, обладатель звания лучший менеджер России, многие годы он посвятил созданию в городе гостиничного бизнеса и сервиса мирового уровня. Сегодня его награждают почетным знаком за многолетний труд на благо Олимпийского Сочи. Моя мечта, голубая, сбывается, чтобы город Сочи, его отельный бизнес, туризм работали по высочайшим международным стандартам и дальше добавляли у них российскую изюминку. Сочи со временем стал бы не хуже, чем Ницца, не хуже, чем Монте-Карло, не хуже, чем другие мировые курорты. На прием в Зимнем театре приглашено чуть больше сотни человек. Помимо наград, имя каждого из них теперь впишут в книгу почета города Сочи. Инициатива таким образом увековечить память о горожанах, чей вклад изменил настоящее и будущее всего города, принадлежит Анатолию Пахомову. На все века все потомки будут видеть, кто был удостоен этой чести, кто создавал этот город, чьими успехами мы сегодня наслаждаемся. Первым в книге появится имя председателя Сочинского горосполкома, который занимал эту должность с 1977 по 1983 годы. Это Анатолий Иванович Удотов. Такое решение было принято единогласно. И не так давно на очередной сессии городского собрания были объявлены имена новых почетных граждан Сочи. Ими стали олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина, а также автор и ведущий КВН Александр Масляков. Их на праздники не было, но имена также появятся в книге почета. Храниться она будет в Музее истории города-курорта.